астрология это уже наука и она не работает это не мое мнение это позиция науки той науки благодаря которой мы пользуемся смартфонами интернетом умеем лечить большинство болезней летаем в другие страны и многое многое другое принципы же астрологии противоречат законам физики да и логике в целом ты идиот астрология работает это доказано в полнолуние постоянно происходят какие-то страшные события это все знаю объединив результаты 37 крупных исследований ученые выяснили что полнолуние никаким образом не связано с преступлениями самоубийствами психиатрическими проблемами и кризисами также совсем недавно в 2019 году было опубликовано новое исследование в котором анализировались данные почти 18 тысяч человек лечившихся в различных психиатрических отделениях в течение 10 лет никаких доказательств того что фазы луны хоть как-то влияют на психическое состояние людей обнаружено не было о это ваша наука никогда ничего не знает и вечно ошибается это вообще все бред я ощущаю влияние луны на мою жизнь по астрологическому нумерологическому лунным календарю далеко не все но частично люди верят в астрологию не за своей тупости а вследствие феномена иллюзорная корреляция это классическое когнитивное искажение проявляющаяся ситуация когда мы двум событиям приписываем связь которой на самом деле просто не существует но нам так кажется мы так привыкли и нам хочется в это верить ты идиот идиот планеты влияют на нашу жизнь это доказано а законы физики подтверждают астрологию великую науку а влияние космических тел на нашу судьбу луна влияет на воду если ты не стал идет а наше тело состоит на 80 процентов из воды идиот и действительно луна а точнее гравитационное притяжение влияет на воду на нашей планете а точнее создает приливы и отливы кто учил школе физику а не читал гороскопы тот как минимум должен помнить что такое закон всемирного тяготения ньютона теория ньютона объясняет приливы и отливы следующим образом приливы вызваны гравитационным притяжением между луной и землей земля слишком твердая чтобы деформироваться в ответ на приливные волны а вот океаны жидкие и они буквально выпячиваются в сторону луны также прилив образуется в океане и на противоположной стороне земли от луны так как земля компенсирует ее притяжение выпячивая океан как к луне так и от нее тем не менее мы люди почувствовать гравитационное притяжение луны не можем и вот почему все океаны мира соединены между собой имеют свой общий размер точнее площадь несколько больше чем размер человека на океанах мы наблюдаем разницу в гравитационном притяжении луны из-за того что к примеру калифорния и япония находятся далеко друг от друга относительно расстояния земля луна чтобы ощутить приливы и отливы в нашем теле нам придется почувствовать к примеру на голове более сильное гравитационное притяжение луны чем на ногах однако в реальности это расстояние немного меньше чем расстояние между калифорнией и японии ну справедливости ради стоит отметить что если бы на наше тело не влияли никакие силы кроме гравитационного притяжения луны ну возможно мы бы что-то там и почувствовали в зависимости от расположения луны на наше тело постоянно действует множество сил самая сильная из них это гравитационное притяжение земли также кровь в нашем теле находится под высоким давлением а вода постоянно перекачивается из клетки в клетку не луна не солнце не планеты не звезды и что из этого никак не влияет на нашу жизнь не в момент нашего рождения и в данную секунду поэтому либо мы продолжаем пользоваться gps am air под сами машинами фотоаппаратами и всем всем остальным либо мы выбрасываем все это в мусорку и туда же все учебники по физике и начинаем верить в астрологию выбор за вами а